Я просто хотел бы закончить, наверное, советом общим, но я выражу его, наверное, в гораздо более грубой форме, чем вы могли бы себе позволить, поскольку все-таки я и привык, и программа моя. Я хочу просто обратившись к аудитории, которые сетуют на то, что прошли времена великой литературы и что сейчас меньше читают классиков, обратиться с элементарным советом. Не ешьте дерьма. Ведь чем больше вы, даже на пробу не берите, потому что сколько раз я спрашиваю, ты Пелевин читал? Положим, Пелевин, или Сорокина. Ты знаешь, я вот взял, открыл, почитал немножко, дальше не смог. Зачем ты взял и открыл? Зачем ты заплатил деньги и купил эту книжку? Зачем? Имена на слуху? Имена на слуху, но это помните, как тот же Бессмертный Булгаков, когда хватается мастер за голову, узнав, что бездомный поэт. Он говорит, так а что вы мои стихи читаете? Он говорит, никаких я ваших стихов не читал. Да что за беда, разве я других не читал? Разве что чудо. Так вот, ребят, поверьте мне, что благая вещь доходит все-таки быстрее, чем все остальные, и о чуде вы узнаете. Не ходите завтра в магазин, в мои книжки не покупайте. Нет, в поисках чуда не надо открывать Сорокина или Пелевина, не надо, потому что вы плодите то, о чем потом сожалеете, звоните в эфир и говорите, а как же жить дальше. Неизвестно, где чудо спрятано, поэтому пощупать надо всюду. Не согласен. Я вот про эту навозную кучу и жемчужину в авторстве сколько угодно, в читательстве нет. Ну, а по какому принципу, интересно? Просто не читать. Я тоже не читаю, потому что какое-то время цитата «мысль стережет», как кто-то ее опять же из великих сказал, поэтому можно не читать вовсе. Да нет, лучше раз в полгода открыть Толстого, скажем, «Войну и мир», чем пробовать читать Пелевина. Я могу вам только позаведовать, потому что меня профессия, к сожалению, обязывает читать многое того, что я никогда бы не стал читать просто сам по себе. Немножко возможности отыграться. Ну, значит, у вас есть просто уже определенный профессиональный вид защиты. Да, мы уже знаем, что не надо ничего читать. Не надо. Нет, читать надо. Лучше сберечь. Читать надо, быть в курсе, конечно, надо. А дальше вопрос уже личностных приоритетов, вкус, воспитания, традиции, потребности и так далее. И так далее никогда не будут единообразны, Саша. Сколько вы ни призывайте, они будут всегда разнородными. Наверное, это хорошо, потому что в этом все-таки разнообразие что-то в итоге должно родиться. Мои приоритеты скорее такие же, видимо, как у вас, в большей степени, чем такие, как у Дмитрия. Но знать надо. Это вот то, с чем мы сегодня существуем. Да, и, по крайней мере, даже если это совершенно неприемлемо, не знать этого, ну, мне кажется, нельзя. Вы знаете, не могу с вами согласиться. Я не могу с вами согласиться, тем более, что говорю я эти слова не на стадионе, сейчас мы еще в эфире, не на стадионе, а все-таки в небольшой комнате. Пусть там в ней помещается определенное количество тысяч человек, но это так или иначе отобранные этой программой люди. И обращаясь к ним, я имею право... Да, нет. Да, нет. Своё мнение выразить безусловно. Не, не просто даже выразить своё мнение, а настаивать на нём по одной простой причине. Когда говорят, что книга Пелевина разошлась таким-то, таким-то тиражом, никто же не может проверить, не может задать вопрос, а из купивших книгу, кто её прочёл, да, а создавать марку, создавать товар, платить деньги человеку за то, что он пишет, простите меня. Ты знаешь, я уважаю любой феномен. Честно тебе скажу, я понимаю, как это трудно случается. Вот тут как раз программа и заканчивается. Это уже в моей воле абсолютно. А вот тут мы уже перебрали, всё, ребят, программа заканчивается. Всё. Спасибо.